Хабаровский июнь в этом году нас не балует, весь месяц довольно прохладно, средняя температура заметно ниже нормы, да еще и заливают дожди. Неутешительны прогнозы синоптиков и на следующий месяц. По предварительным прогнозам, июль обещает быть не жарким и с осадками больше нормы. Дачники всерьез опасаются за свои урожаи. Все ли растения выдержат погодный удар? Спешим скорее начать нашу традиционную консультацию. Сегодня на вопросы ответит дачный эксперт Эрика Терехова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе, доброе. Ну начнем с первого вопроса. Давайте слушать. Здравствуйте, меня зовут Наталья Михайловна. Когда последний срок высадки картошки в грунт? Можно ли в конце июня вот в этих числах посадить еще картошку? Можно, можно посадить картошку, только вы выкопаете ее не в конце августа, а где-то в конце сентября, а может даже в октябре. Да, ничего страшного. Такой опыт есть. А то, что дожди сейчас, это не помешает никак? Вы знаете, что нет, нет. Главное дело, чтобы у вас там вода не стояла, чтобы у вас были канавки для отвода воды, потому что вода наоборот сейчас хорошо, картошки, она сразу в рост пойдет. В общем, если все сделать правильно, то все будет. Да, все будет нормалек. Хорошо, следующий вопрос. Меня зовут Татьяна. Меня интересует, когда надо выкапывать тюльпаны? Хоть вчера. Тюльпаны выкапывать уже можно и нужно, потому что я вот хотела перед этим, ну что дожди, 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 вот как дождемся без дождливой погоды, сразу начнем выкапывать тюльпаны. Сушим их ни в коем разе, ни на солнце, раскладываем их где-то в тенечке, раскладываем в один слой, потому что они напитались, очень много воды напитали в себя, поэтому раскладываем их, подсушиваем и потом уже кладем, их засовываем куда-нибудь под диван, под кровать, но только не в теплицу. В теплицу нельзя, иначе они там сгниют. Завтра хорошая погода, поэтому можно бежать, выкапывать тюльпаны поскорее. Да, да, если, ну не с утра, конечно, лучше после обеда, вот чтоб немножко просохло и все. Хорошо, вот у нас зрители задают вопросы про лук, и давайте их послушаем сразу вот несколько вопросов. Алла Максимовна, у меня на даче желтеют кончики лука, чем можно его обработать или полить, и можно ли солью поливать? Татьяна, у лука слабые перья падают. Почему? Чего им не хватает? По порядку давайте. Вы знаете, что у лука белеют кончики, я уж тут говорю ребятам, что я знаю, от чего это бывает, а что сделать, то тут углубилась, углубилась, и поэтому записала все подряд, чтобы я ничего не пропустила, и чтобы вы имели это в виду. А чего, значит, у лука могут белить кончики? Очень кислая почва. Лук этого не любит. А у нас почвы кислые вообще. Вот они у нас уже такие, никуда мы не денемся. Поэтому чем... Ну, сейчас, конечно, немножко дожди идут. Но чем вот мы, допустим, дождей не будем? Чем раскислить? Три столовых ложки кальциевой селитры развести в десяти литрах воды. Три столовых ложки кальциевой селитры. И по стаканчику под каждый этот. Вот. Только ради бога, не слейте не по листьям, только под корень. Потом, если, значит, нет у нас кальциевой селитры, можно известью воспользоваться. Один стакан извести на десять литров, или золы, два стакана золы на десять литров. Точно так же. Потом второе. Лук испытывает недостаток азота. Это вот чаще всего. Потому что, тем более, сейчас у нас дожди, а азот вымывается моментально. Поэтому, ну что? Ну, самое простое, это, конечно, этим, любимым нашим карбамидом, мочевиной. Вот. Ну, много не надо, но все равно. Надо, чтобы это... Ну, ложки две, потому что одно это будет мало. Ну, это надо только, чтобы дождей не было, потому что по дождям и там, там вода стоит. Теперь, самое простое, это три столовых ложки нашатырного спирта на десять литров воды. Я, честно говоря, этими рецептами никогда не пользовалась. Мне просто необходимости не было, потому что у меня лук стоит, как стена зеленый, и это аж противно смотреть на него. Проходишь, чтобы отворачиваешься, такой нахальный. Вот. Поэтому у меня такой необходимости не было, но рекомендует, и я верю этому человеку, или можно тоже подкормить три столовых ложки кальциевой селитры, кальциевой селитры на десять литров воды. Теперь при побелении только кончиков листьев – это нехватка медного купороса. Ой, медного купороса. Меди. Я сразу медный купорос. Значит, медного купороса – это чайная ложка на ведро воды, и полить только под корень. Или еще можно раствором хома, оксихома, ну, вот такие вот всякие эти. Ну, я обычно пользуюсь медным купоросом, он меня очень устраивает. Много не надо, чайная ложка на десять литров. При этом бывает, что это нехватка калия, калия. Но когда нехватка калия, то тогда листики немножко закручиваются. Если листики не закручиваются, то калия достаточно. Если калий – нехватка, то они немножко будут закручиваться. Очень хорошо подкормить хлористым калием, потому что и лук, и чеснок, допустим, очень хорошо относятся к хлору, им это будет просто благо. Вот, поэтому если вы, допустим, разведете три столовых ложки хлористого калия на десять литров, но только под корень, только под корень, не надо ни на листья. Но перед тем, как это, надо сначала растение полить, ну, нам сейчас поливать не надо, за нас природа все сделала, вот, а под корень вот пролить этим. Теперь, ну, бывает, попали под заморозки, ну, лук, в общем-то, у нас растение такое стойкое к этому делу, вот, но бывает еще того, что очень много осадков, очень сильная влажность, какая у нас сейчас, от этого тоже может быть. Слушайте, ну, столько причин и способов разные. А вот Алма-Соль у нас спрашивала, что солью, можно ли поливать солью? Солью, это мы можем, это солью рекомендуют поливать, поливать от луковой мухи. Тогда она туда, ей плохо туда, в этот, в корешочки туда откладывать, в дон со своих этих червяков, которые потом нам все там слопают, вот. Но от луковой мухи надо смотреть, она начинает, лед, эта бабочка, когда начинает цвести черемуха. А у нас садим же мы лук рано, еще и черемуха не цветет. Потом, когда цветет вишня, вот самое простое – укрыть лутросилом. Причем не только лук, но и капусту, и корнеплоды, чтобы она никуда там не разлеталась. Если мы не укрыли, то хорошо это опрыскать... Так, чем у нас, что у нас? Искра био, потом агровертин, фитоверм. Вот этими биопрепаратами опрыскать это тоже будет очень хорошо. Так, ну с луком более-менее разобрались. А теперь, да, а если лук у вас слабенькие перышки, ну есть он хочет, ему не хватает еды, понимаете? Потому что минералка одна, люди вот пасают только на минералку. Органику надо. Надо органику и надо хорошую почву. Я предлагаю к следующему вопросу прийти, чтобы мы еще успели. Давайте послушаем. Доброе утро. Меня зовут Татьяна. Подскажите, пожалуйста, вот у меня построена теплица, внутри постоянно находятся капельки. Это сильно вредно? И можно ли как-то защитить растение от этих капелек? Спасибо большое. Вы знаете, это конденсат, никуда мы от него не денемся. Он везде на это... Ну вы знаете, у меня теплица очень много лет. Вот, надо проветривать чаще. Если вы, ну проветривать там не хотите, мало ли это. Ну у меня, например, соседи наверху натянули лутросил. И этот конденсат... Скапливается, да? Да, он просто падает туда и высыхает там. И все, никаких этих... Давайте следующий вопрос послушаем. Любовь Ивановна, у меня цветет прекрасно барбарис. Барбарис, но никогда не остается ни одной ягодки. В чем причина, я не знаю. А раньше был. Я его омолаживаю и все делаю. Вы знаете, я барбарисом занималась много лет. Он тоже год что-то есть, потом несколько лет опять ничего нет. Я была... Ездила специально в дендрарь в наш. И они сказали, что барбарис – это такая культура, которая растет в симбиозе с чем-то. Понимаете? Если мы ему не создаем эти условия, он будет плодоносить не каждый год. Понимаете? Поэтому, ну, я считаю, что это не та ягода, из-за которой стоит копья ломать. Тем более, это такая колючка, что это просто не придумаешь. Ни одна роза, ни один шиповник, ни один крыжовник рядом даже не стоят. Я его поэтому спокойно вырезала, убрала, выкорчевала и спокойно теперь живу. Так что не заморачивайтесь. Если вам он очень дорог, ну, уже принимайте его таким, каким он есть. Лучше жимолость, наверное, посадить. Ой, однозначно. Это вкусно. Кстати, у нас про жимолость будет следующий вопрос. Давайте послушаем. Ирина, я хотела бы узнать. У нас жимолости уже три года, но ягод она вообще не дает. Как за ней ухаживать и что сделать для повышения ее урожайности? Вы знаете, во-первых, это зависит от сорта. Во-вторых, жимолость начинает плодоносить, вот посаженная маленьким, ну, как мы покупаем так, тоже миниатюрная, начинает плодоносить первые ягоды после четвертого года. Есть ей только три года, это еще младенчик, так что подождите немножко. Потом жимолость очень любит органику. Потом жимолость не выносит кислых почв. Потом жимолость не выносит застоя воды. Хотя, говорит, жимолость, она же там по берегам рек. Да, она по берегам, но она же не в воде стоит. Она на берегу стоит, причем повыше. Поэтому имейте это в виду. Она не очень хорошо отзывается на минералку, ну, кроме моей любимой аввы, потому что авва – это удобрение такое, на которое отзываются все растения. Очень хорошо. Потом еще, вот когда мы… Я каждый год подсыпаю жимолость органикой, но надо же сыпать не под самый куст, хотя под самый кустик тоже можно. Но надо… Вот идет у нас крона, но 30 сантиметров от кроны у нас идут основные всасывающие корешочки. Поэтому главное надо подсыпать туда. И точно так же, когда мы хотим проснизить кислотность, там залу мы будем сыпать точно так же. Вот сейчас лето, сейчас очень хорошо подсыпать залу под жимолость, чтобы снизить кислотность, потому что дожди идут, вот, имейте в виду, 30 сантиметров от периферии кроны. Вот это будет очень хорошо. Теперь, значит, в засушливое лето обязательно требуется полив. В этом году у нас природа от этого освободила. Нет такой проблемы. Да, проблемы такой нет. Так что подождите немножко, потому что может быть сорт такой. Вот у меня такие сорта, которые мне прислали, они у меня заплодоносили буквально на второй год. Первый, а на третий год уже был прекрасный урожай. Это зависит еще и от сорта. Так, мы еще успеваем еще один вопрос, да? Послушать давайте. Лена Полякова, что делать? На участке появился бурундук. Объедает с косточковой, уже крыжовник объедает, вишня на подходе. Заведите кошку, заведите кошку. У нас бурундуков, вот на Хитцирии там нет у нас бурундуков, потому что у меня кот ходит, мышей ловит на всех дачах, и бурундукам у нас делать нечего. У нас был единственный бил бурундук, мы его берегли, как зеницу ока. Да, понимаете, как раритет. Ну, сейчас его уже тоже нет. Кошка бурундуков тоже ловит? Ой, прекрасно. У меня кот и рыбу ловит. Рыбу ловит сам, представляете, в водоеме. И точно так же бурундуков, так что заведите кота. Обалдеть. Полезный, полезный член семьи. Да, полезный. Мы успеем разобрать. Давайте послушаем. Здравствуйте. Людмила, как ухаживать за розой, которая привита на шиповнике? Да какая разница? Как за всеми розами? Единственное, что не надо... Я-то люблю все корни собственные. Я привитые не особо люблю. Поэтому я стараюсь, если даже она привитая, я стараюсь ее окучивать, окучивать, подсыпать, чтобы она перешла на свои корни. А если вы не хотите на своих корнях, ну, не давайте подсыпать землю или там перегной, где вот у вас эта прививочка. Потом... Потом... Значит, ну, не дайте возможности, чтобы вот этот шиповник пророс, потому что он ее тогда сразу задавит. Имейте в виду, весной началась она, если вы ее выкапываете, ну, посадили, потом смотрите, чтобы не дай Господь не пророс сам шиповник. Потому что это такое мощное растение, что он задавит этого ребенка моментально. А так, ну, точно так же, очень хорошо порозом садить чеснок, тогда там нет никаких вредителей, никаких болячек. Так что... Спасибо вам большое за то, что всегда так понятно и подробно. Хорошего урожая в этом году вам желаем. Спасибо. Еще можно одну секундочку, люди? У кого какие-то там вопросы, там сомневаетесь, что это растение, там как-то себя не так показывает, а хочется получше. Ну, пожалуйста, опрыскайте цирконом. Циркон – это очень хорошее верное средство. Не забывайте про это. Это главный совет на сегодня. Вот так вот. У нас в студии был дачный эксперт Эрика Терехова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова